Райба 2 серия. Да, здорово-дорого, хлопцы. Что, можем сказать, у нас Infamous против Team Brazil. Катают, здесь на самом деле намного более дисбалансная игра собирается быть, судя по тому, что думает Vulcanbet, наш партнер. Тут очень-очень разгромные, конечно, коэффициенты. На Team Brazil у нас 6,25, друзья. То есть они являются не только аутсайдерами, я бы сказал бы, они аутсайдеры в квадрате. Ну и, соответственно, Infamous 1,9 на то, что они возьмут две карты, ну и на ничью 2,36. Вот такой у нас расклад. Посмотрим, мне нравится уже никнейм у одного из игроков Team Brazil. All Muted. Это прям классика жанра пабового, я бы сказал. Вот. Остальные парни здесь довольно известны. Особенно, конечно же, Kinger D. Я очень удивлен, что Kinger D заехал в коллектив, которого, ну, я не знаю, у двух чуваков нет нормальных никнеймов. Это реально странно, потому что раньше Kinger D, если кто не помнит, ездил на мажоры. В том числе был одним из игроков мейджора на Диснейленде. Да, конечно, они там не очень хорошо выступили, достаточно быстро вылетели и после этого укикнули, но все равно он там был. И, конечно, сейчас смотреть за тем, как такая молодая звездочка и человек с таким хорошим пониманием доты находится в таком коллективе, да, играет не за самые сильные команды в регионе, это грустно. Лично мне. Я, наверное, с тобой соглашусь. Ну, знаешь, многие игроки, в принципе, по скиллу, ну, даже дело, наверное, не в скилле, в любом случае. Либо ты растешь, либо начинаешь играть хуже со временем. В Kinger D достаточно долго играют в доту. И, судя по всему, и опять же, судя по тому, что он играет сейчас в Team Brazil, у них состав, скажем так, сейчас не очень хороший, результаты, соответственно, такие же. И фаворитом этой встречи, как ты уже сказал, и по коэффициентам от нашего партнера, определенно является Infamous Gaming. С Infamous'ами все замечательно. У них, в принципе, есть попита. Без попита как бы в доту вообще играть не надо. Человек очень-очень крутой. Вот. И Wood Spirit 4 пиком, я думаю, ты уже перевела на драфты. Здесь мы можем уже увидеть то, что у Infamous'ов была интересная тема с раздрафтом через Венгу, но они получили в ответ себе спик-тру, поэтому, очевидно, не стали пикать драву, потому что, ну, ты не пикаешь просто драву, когда есть спик-травь в драфте. И пришлось взять Лину. Лина, видимо, четверка. Wood Spirit, видимо, будет middle. И Венга, соответственно, пятерка. И на спик-инфеймос'ы будут брать себе керри, который будет стакаться желательно с Венгой. То есть это желательно должен быть какой-то рейнджевик. Медуз была бы неплохим, кстати, вариантом. Вот. Она не так сильно чувствовала Сенкинга. Она не чувствует вообще здесь практически никого особо серьезно. Ну, спик-травь, может быть, немножко быстрее будет ее по именно тимфайту, но это такое. Но Team Brazil считает, что фантомка вот проблема. Хотя, честно говоря, на мой взгляд, фантомка вообще кусок против Сенкинга на линии. То есть очевидно, что инфеймос'ы либо пойдут в вариант того, что они будут использовать рейнджевика под Венгу, либо они пойдут через Найкса, Джиггернаута. Вот таких героев, в которых с самого начала игры имеется магический резист, в смысле возможность включить себе ПКБ, встроенное в киллы, потому что против Сенкинга, в общем и целом, стоять очень-очень сложно, если у тебя такого нет. Так что полагаю, что здесь не стоило банить фантомку. Она не то, чтобы серьезно напрягает никого здесь, кроме инчи, но инчая саппорт, поэтому вообще плевать. Алхимос тоже своеобразный выбор. Ну, короче, я здесь у инфеймос'ов за какого-то magic resistance персонажа, типа Найкса, Джиггернаута. Или рейнджевика в таком случае, если они хотят под Венгу что-то взять. В принципе, все ты верно говоришь. Опять же, с Vengeful Spirit здорово там сочетается та же самая True Ranger. Я тоже не поняла баны от Тим Прозет, либо кто-то у инфеймос играет очень круто. Дрогу ты точно здесь не берешь, прости, по спектру. Поэтому они точно не берут самоубийство. А, да, дровка, дровка, дровка. Господи, про спектра же есть, очевидно. У тебя, знаешь, недавно я видела игру, где спектра была против Венги и Дроу Рейнджера, и там вот Венга всегда стала, как только там спектра прыгала, она свапала, пика. Ну, в принципе, как дровка выиграла. Но очевидно, что спектра — это полный контрпик. Что еще может против спектры хорошо зайти? Что может смотреться против Санкинга? Слушай, может Сларк? Здесь он Мирану контрит, он здесь хорош против спектры. Он на линии очень серьезно гребет. Тут я же говорила, ну тут типа, говорю, три персонажа, которые физически могли зайти, и два из них вот... Ну, Джаггернаут — это настолько универсальный герой. Вот тоже вот вчера мы где-то вчера с Рустамом обсуждали. Многие Джаггернауты не так хорошо воспринимают в плане кора, мол, это такой сэми-кор, и он не так много урона, но на самом деле он настолько... У него столько возможностей, ты с ним можешь играть агрессивно пушить, ты можешь играть через БФ. Сейчас Аганим на Джаггернауте, и попробуй ты этого Джаггернаута вообще подловить. У него Блэйд Фьюри, Аганим, Омни Слэш, он настолько мобилен, настолько в замесе неуязвим. Короче, тоже мне он, в принципе, он мне всегда нравился. И Рошана, благодаря тому, что у него имеется Хилингвард, рано смогут забрать Дисинфамас, плюс у них имеется Венжевол Спирит. Инициировать есть чем. В Войт Спирит всегда может запрыгнуть. С Тайтхантер соберет, если еще какие-то ауры. Честно говоря, мне не очень нравятся два саппорта вместе, Винга и Лина. Осталось пять сегментов. Особенно брать спектры. Да, они как раз, они такие хиленькие, спектра тут должна будет их с ними. Ну, по идее, если бы это были одинаковые по уровню игры команды, спектра должна была бы с ними разбираться очень быстро. Прямо я бы предпочла, чтобы, не знаю, был какой-то саппорт на подобии. Даже того же самого Р-Спирита, тоже дополнительная инициация, чтобы Войт Спирит не один урывался, потому что Тайтхантеры уже не так часто собирают блинки. Я думаю, что здесь, кстати, на самом деле, Драгонайт — это чищенная закрывашка для Team Brazil. То есть, опять же, да, если мы говорим о равной силе, и, к сожалению, мы здесь о ней не говорим, потому что Infamous намного сильнее. Так вот, Infamous, точнее. Так вот, Драгонайт здесь шикарный из-за того, что ты играешь против Войт Спирита. Его нужно ловить. Драгонайт — лучший станер на планете Земля с точки зрения инстастана с ринджи при этом всем. И здесь, в принципе, все абсолютно герои обладают хорошим контролем. Ну, кроме спектры, там замедление довольно слабенькое. Вот. Три персонажа со станом. То есть, под Мирану есть что добавлять. Точнее, с чего начинать. У тебя есть инкинг и Драгонайт в этом вопросе, универсалы хорошие. Так что в Войт Спирита игра будет не очень хорошая, не очень сильная. Да, понятное дело, что он может показать там лютый скилл, класс и все остальное. Там его могут саппорты свапать, есть хоть какой-то под сейв. Но все равно, Войт Спирита — сложная игра для мидера. Вот, я так понимаю, что это все-таки мидер. Я просто не разбираюсь в, опять же, ролях в данный момент. Но мы увидим это по закупу, это легко понять, даже если вы ни разу не смотрели за коллективом. Вот, да, здесь мидер, а Войт Спирит. И поэтому, в принципе, Информас есть все, чтобы спокойно это выиграть. Ничего такого, знаешь, не ванвейный пик, то есть не в формате, типа, только пушем или только в Лейт Войт. Здесь хорошие все стадии игры. Единственное, Бинга выдается очень-очень слабой из-за того, что она не бафает ничего в этом мире, кроме Лины. А Лины саппорт. Секундочку, зависло. Не переключался ход. Вроде бы все, нормально. Так, у нас... А, ну вот, конечно, пока я переключаю ход, ставится пауза сразу же. Ну, как стандартная история. Вовремя. Ну, начало карты, как обычно, все по классике. Ну, вот. Другой стороны, у Team Brazil тоже очень хороший легкий пик. Под исполнение тут минимальное, то есть только Патма должна стрелами попадать, но это не так сложно, как я уже говорил, из-за того, что... Кстати, интересно то, что Блайтстоун на линии... Вот вначале они будут немножко в трибли стоять, буквально несколько секунд, а потом Инча будет саппортить спектру. Линию она секьюрит очень хорошо. Так вот, Инча бы здесь Блайтстоун вместо трех фариков было бы просто шикарно. Вот. Но, видишь... Кстати, у нее советский... Это, точнее, не советский, да. Это Серпа Молот в никнейме, зацени. Ого. Ага. Ну, это, конечно, не связано конкретно с нашей страной. Это связано просто с... вероучением, я бы сказал. Вот. Ну, в общем, с идеологией. Вот. А мы, друзья, ждем, когда Патма вернется. Не знаю, что она здесь делает. Точно, что она здесь делает? Ну, она, наверное, в доту зашла бы играть. Возвращается. Ну, слава. Все, заходит. Так, значит, я думаю, что пауза... Ну, это стандартная начальная пауза. Они недолгие. Как раз... Песок превозьма! Все, нормально. Погнали. Драгон Найт. Последнее время, наверное, не самый тоже популярный герой. В какой-то промежуток его пикали постоянно. Особенно, конечно, в Китае. Но вот сейчас уже по режу он встречается. И гашек сейчас будет от Тайтхантера. Теперь стан от Матерфл Спирит. Здесь подходит Спектран. Стан у нас от Лины. ДК, конечно, плотный, но все-таки тут 4 героя. Неужели? Еще один гаш. Еще один гаш. Рынжа хватает. Хватает более чем. Еще Мирана может тут влететь. Да, это минус 2. Легчайшая совершенно. Я не понимаю, Попит, правда, погибнет. Осталась последняя тычка. Стан. Пойнща. Инща тоже может отлетать. Сейчас через 3 секунды у Винги будет стан, она не дотянется. А Вайс Перит... Ой, что? Офигасе. Это Рынжа, ладно. Подожди, а как она дотянулась там? Я не знаю. Я тебе... Нет, она стояла здесь. Я даже посмотрела, чекнула Рынжу. Она вроде бы не дотягивалась. Битва начинается. Да, мне тоже так кажется. Самое интересное, что у нее здесь маны просто нет. Теперь она могла бы еще один стан дать. У QXY есть Рынан Пульс, и что? Он не хочет его тратить, потому что он не убьет ничего. А если бы был Мангусик или Кларетка, то у Винги получилось бы еще дать один стан. Он, кстати, заживает ее. И она затыкивает, затыкивает ее. Нет, Спектра сейчас подойдет. Сейчас Пека. Теперь можно переключиться на Венжевл Спирит, а у нее нет маны даже на Телефор. Все хорошо, здесь стан есть от Лины. Ну, если надо будет. Еще замедло от Попиты. Все, скажем так. Все, Попита пошел тут доминировать. На самом деле, прикол в том, что Спектра-то вообще-то, несмотря на то, что Инча один из лучших лайн-секьюеров на планете Земля, Спектра страдает дичайшим образом от Тейдхантера. В этой игре Тейдхантер будет крайне большой. У него будет очень-очень много. Он будет очень полезным. И на линии он задоминирует эту несчастную спеку. А у Спектры есть одна главная особенность, в том, что она в отличие от условного Террор Блэйда там или Вайда не очень хорошо фармит леса. То есть она не любит там как-то рубить с пятого левла уходить в лес. Она хочет как можно дольше стоять. Но здесь Тейдхантер, и он просто вынесет ее, скорее всего. Если они все будут грамотно делать, понятное дело. То есть они не будут фокусироваться на убийстве Инча антрас, вот это все. Если они будут блочить кемпы, кстати, против нее, тогда у Тейда все будет замечательно. Давай смотреть, что по другим линиям. В миде, ну, Войт Спирит, это ДК, я думаю, пока вообще нет смысла эту линию обсуждать. А вот на боте Сан Кинг и Мирана против Джаггернаута и Венджи Фулл Спирит это линия, что с одной, что с другой стороны выглядит достаточно активно. Можно и... Видишь, у тебя вот, короче, у Джаггера есть универсальные связки, под которые он шикарен. Вот сейчас танчик, да, сейчас первый, можно еще покататься по Ингерде. Ингерде умер? А у него файрик еще есть. Нет, он не умер. Нет, все-таки хватает дамеджа помочь Мирана ничем не может и в итоге забирает Сан Кинган. Так вот, стрела еще тут рядом на Вингу. Так вот, обычно просто по Джаггера ты очень сильно хочешь иметь замедлятора любого типа ЦМ, Калиич, там, кто у нас еще из подобных персов есть. Ну вот, там, Менчантрас, та же самая, по Джаггернаут хорошо заходит. Короче, все замедляторы, они рулят по Джаггера Стайнер со станом минимальным в этом мире, да, то есть у тебя стан дюрейшн у Винги на первом левле 1.4 и скейлится он до 1.7 Жезвральные цифры вообще. Вот. И, конечно, это не так приятно, то есть здесь уже будет зависеть от того, у кого появятся первые ботинки, ну и так далее. Кстати, у Джаггернаута шикарный совершенно квикбай по цене. Проблема у Спектра на топе, Спектра уже не уйдет отсюда 100%, фраг достается Тайтхантеру, Энчантрас занималась отводами и вот, в принципе, стачек, стачек, гаш, там, все достаточно просто. К сожалению, это, походу, уже ГГ, потому что трилли не выиграно из трех. Ну, это, этого следовало ожидать. Это Team Brazil еще не самая слабая команда, чтобы ты понимал. У нас еще будет плазма и спектр. Нажимает очень круто к кнопке. И пик у них уверенный встанчик на Кингер Диз, минус армор, то даже Бодь Фьюри пошел от показа. Стрела? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Криточек сразу влетел. Вот понимаешь, вот насколько ты должен быть прущимся человеком, чтобы тебе сразу после крутилки еще и крит влетал. Очень прущен, да, и при том, кстати... 20% шанс. Притом я, по-моему, когда комментировала последнюю игру, они как раз играли с Джиггернаутом, и у них очень неплохо это получается. То есть, это активная дота, опять же, будет сборка у нас от Джиггернаута, скорее всего, тоже какая-то активная. у нас винга. Надо было бежать. У меня был один вопрос сейчас. Винга умерла, у меня один вопрос. Откуда совуха на топе? То есть, ну, типа, энчантрас, против нее должны банить лиса, она не должна иметь возможности брать себе совухов и всего остального. Я подумал, может, она на чужой кем пришла, но нет, она здесь нашла еще одного совуха. Ну, слушай. Это ненормально, когда ты против инчи вообще забиваешь полностью на то, чтобы что-либо банить или вставать самому. То есть, я вижу, что, да, энча раздевардировала здесь с энтриком, возможно, здесь что-то стояло, но важно то, что ты должен с собой просто подойти и подбанить, когда минутка проходит. И все. Это несложно, это же, это очень важно, потому что, таким образом, ты даешь спектре сейчас возможность вернуться в игру, а она не должна вообще на этой линии ничего не получать. Ну, она, кстати, получает, у нее крепость достаточно неплохой. Да, у нее имеется одна смерть, но, тем не менее, это уже неплохо, не так плохо, как могло бы быть против этого. Короче, ничего, молодец, она вытаскивает пока что игру для своей подруги от спектры, потому что она должна была, она могла у нее закончиться на лейнинг-стадии прямо совсем-совсем, вот, но пока все в порядке. Ну, Тайдхантер все равно свое получает, так что он скоро придет и доволяет и по щам. Вчера мы видели спектру от Этерн Лайнами, и, кстати, на секундочку, нападение на этот спектру, не думаю, что ее убьют, но, в любом случае, он собирал себе первым артефактом Бладмейл, даже до покупки фейзов. Здесь же спектра пока еще ничего не планирует, в остальном закупе нет, но, скорее всего, это будет у нее стандартная какая-то ПТ-шка, и потом уже она будет думать либо про Бладмейл, либо про какие-то более жесткие артефакты. Нича просто герой на этой линии. Она мало того, что взяла себе агра холодного и повесила щиток на спектру, из-за этого ее невозможно убить вот сейчас, вы сами видите. Скоро, конечно, щиток закончится, но вот она на протяжении минуты с лишним стояла просто вообще в ус не дуло, даже под гашами. Вот сейчас ее пытаются затыкать до конца, тут уже, ну хватит, ну 97 хп, там еще стики, файрики, вы ее не убьете, в любом случае. Она еще, помимо того, что Эта сделала, ну сейчас зафидела курой, правда, она дала сейчас салвующую спектре, она пошла, забрала чужую руну на топе. Это просто, ну то есть Нича молодец, просто круто все делает максимально. На медь тем временем убили у нас Драгонайта, что вы скажете намного интереснее, чем обсуждать Ничу, но я просто выделяю моменты саппортов, потому что саппортов довольно часто не замечают, не запоминают и обделяют вниманием немножко. Мне за них обидно. Да, и тут перемещение было как раз от Vengeful Spirit. Бинга вместе с Войтспиртом справились вдвоем два спирита, что на самом деле интересно, потому что ДК считается таким плотным героем и как-то получилось его убить, несмотря на перемещение от Мирана. И теперь ДК, нападение на Вингу, стрела, ясно. Стрела нету, она в КД, потому что она закинула ее по то ли каретке, то ли еще почему, я не очень понял, но она кидала сразу же, потому что у нее была руна регенерация на боссе, она хотела типа сразу устанавливать себе ману. А могла подсэвить, тогда бы они убивали Вингу под стан ДК, не это. Не сыграли вместе, бывает. Там, кстати, шестой левел уже у Джаггернаута, у него шикарная совершенно линия, топовый Нетворс на карте, скорее всего. Да, и по крипам у него все хорошо, и по левелу все хорошо. А это Сенкинг, друзья. В этом вся суть, что не надо было ганить Фантомку. И что они еще там забанили помимо Фантомка? Алхимика. Алхимика. Ну вот, еще насчет Алхимика, ладно, может это какой-то фишечный герой бонить было вообще совершенно безусловно. Я тоже не поняла. Ладно, если бы они там, знаешь, взяли Магнуса себе какого-то, что-то в этом духе. Ой, Фли летает и пауза ставится. Что происходит? А, Спектра ультанула, и сейчас они будут обсуждать, куда она будет лететь. М? Она говорит, ну слушайте, наверное, лететь в Патме, помогать убивать Вингум нет смысла, поэтому полечу-ка я на Тедхантера, наверное. Нет, на Тедхантера тоже не полечу. Встань. Зачем ты нам ультанула? И Фли, кстати, спасся. Поставил паузу, короче, подумал, куда бы отблинкаться. Умри. Хорошо, хорошо, неплохо. Вот мы, на самом деле, в таких моментах чаще всего смеемся, что пауза ставится, но раньше так и было. Он вообще решил дисконтить. Окей, понимаю. Sorry, флилак. Ну, главное, чтобы сами игроки в это верили. Угу. Угу. Осуждаем, если что, очень серьезно. У меня просто такие звездочки на втором слое. Так что я даже не знаю, что там было. А у тебя поставлены, типа, автоплохие слова? Да. О-о-о-о. Хорошо, тебе повезло. Ну. Я думаю, что за такие вещи, на самом деле, можно не пустить на мажор. Интересно, что я написал, потом напиши мне, скажи. Как было с KYXWM, или как, с ним же было, по-моему, да? Ну, с QHU было, да, эта движуха по поводу китайцев. Ну, не суть важного. Я уже не помню, кто там это сказал. И, ну, я тебе в телегу, что было написано. Друзья, короче, не это. Не употреблять таких слов вообще никогда в жизни не очень хорошо. Слушай, кстати, на самом деле, в официальных играх это, по-моему, правда, я вообще не буду использовать. Да, да, да. Я уверен, что им дадут штрафы. Если команда пожалуется... Кингерди на боте, Кингерди на боте, на боте. Просветочка не есть. Я буду молиться только, что это стендин вообще играет у них на... Каком-то там на Драгонайте или кто это был вообще? Да, на Драгонайте. Я буду... Я надеюсь, что это стендин просто. Что у него какой-то номерной никнейм. Вот. Ух, повезло мне за звездочками. Я, кстати, сама не ставила вот этот вот режим, когда его ввели. Он, видимо, автоматом вставился. Да, да, я просто его сам убрал. Сразу же. Ну, типа, он просто мутит очень много нормальных слов, из-за того, что он не всегда понимает, что это слово. А двойцепирит на миде тем временем серьезно проседает, но с ним все будет окей. Да, у него аркейн, рунал, фуловый ботл. На боте попиток красивый-красивый ста над флис, кингерди. Что, понимаешь, это не бороустрайк в стрелу, это стрела в бороустрайк. Случайно наоборот. Ну да, в общем, короче, они начали со стрелы, это красиво было. Прилетает Тайтхантер, кстати, с реведжем грызается в Драгон Найта. Дай, 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 дай Равагу, дай Равагу, родной. Дай, 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 дай Равагу, родной. Теперь можно на энчантерс переключиться, стан от Лины неточный, бодиблок от Попиты, Попита сейчас гашек будет, притяжка от Вэтспирита, энчантерс не отпускает, можно переключаться на Мирану, а вот в этот раз стан от Лины неплохой, но у Мирана имелся еще один лип, она его делает и отсюда уходит. Так что здесь Тайтхантер большой молодец, прилетает в мид, реализует реведж шестого уровня, то есть он получил шестой, сразу же прилетел, реализовал, прям люблю таких Тайтхантер. Очень важно не только то, что он реализовал свой шестой, но еще важно то, что они убили Драгон Найта в ульте, и соответственно с этим Драгон Найт уже второй ультимейт не может убить Тавер, даже продамажить его нормально, то есть у Тавера он отнял типа 200 хп или что-то около того, это крайне грустная игра пока что для Драгон Найта, потому что его главная идея не используется. Умни слэш пошел по крипам, шикарная работа от Пакарза, Пакарза точнее, но я не знаю, что это за умни слэш был крайне сомнительный, честно скажу, но нажал так нажал, ничего страшного. Да, бывает, в любом случае он тут и не умирал, возможно побоялся сам, хотел что-то задолжить. Тайтхантер, вы что серьезно, это же супер опишная тема, то есть он сейчас стакнет эншентов, из Пурмэншилдом и вообще эншенты не будут бить в принципе, ему будет просто по кайфу. И возможно сейчас ее свапят, а не, не свапят. Ну в общем, можешь спокойно фармить эншентов, но будет тем временем очередная постанова. Да, нападение все-таки на Джиггернаута добили его и теперь идут заводить спиритом, стан от Вэджифол спирит, она защищает своего мидера, мидер отсюда. Так, ну и у Спектру полностью отпустили. Для нее это супер позитивный момент, если она успела прилететь на бот там с ультимейта, прилететь обратно на топ, прифармить на топе. Вот этот человек говорил, что она не очень, ну Спектра не хочет идти в лес, с экрана, сейчас уже в принципе степенно может выходить в него, но ее так и не смогли отзонить на тайде, и это большая боль, конечно, для Попитая и для его команды, потому что потом Спектра может им надавать по щам. Совершенно спокойно. Вот, и вот спирита пока игра не очень клеится, очень много активных действий на его линии было на миде, из-за этого, соответственно, у него не получалось нормально фармить и АФК в тарелку где-то там бегать, гангать. Короче, быть в ситуации, в которой он будет победителем, да, у него два килла, но по надпорсу, если смотреть, у него ниже, чем у Сангинга, кстати. 2-0-3 он играет, да, вроде бы поучаствовал в пяти фрагах, да, но тем не менее по крипам, из-за этого он просел достаточно серьезно. Упокойствия мало просто, да. Что-то очень странное сейчас сделали на топе Михаэль с его другом, но да ладно, делали и делали. Спектра в любом случае будет продолжать фармить леса. Сделать блэдак, кстати, блэдак здесь в этой карте очень хорош. Водь Спирит. Ну, Водь Спирит, вот типа ты уже видишь пару станов и уже Водь Спирита не хочется брать, а там еще Драгон Найт. И вот ты типа до появления какой-то БКБшки условной ты вообще такой кусок разлетающегося в площадь под тремя станами, что... Я даже не знаю, Кингерди уже Блинкдаггер. На 12-й минуте он решил не через Вейл в Дискорд идти, а решил сразу Блинка начинать. В принципе, почему бы и нет. Но он у него уже есть, это очень опасно. Ну, знаешь, на Водь Спирит в БКБ собирают крайне редко. Здесь в любом случае в начале у него будут ветра, что он собирает. Дальше очень вероятно, что гоним. И в целом, хороший Водь Спирит под какие-то станы подставляться не должен. Здесь, во-первых, комбинация, вот мы это, по-моему, не отмечали с тобой на стадии драфта, ну, то есть ДК и Мирана. Вы сами понимаете, какой это может быть стан. Просто в вечности будешь стоять в стане. Поэтому Водь Спирит должен просто отправлять Тайт Хантера вперед и сам, если врываться, то только с Сайленсом понимаешь, что по нему станы не будут проходить никакие. Я пока скажу, что, кстати, по саппортам, по макро-задачам парни проигрывают серьезно из Инфеймоса. Я ожидал от них немного большего. Кстати, ромага есть, надо поиграть с Moonlight Shadow. Они просто не только не озонят от своих хоров противника, так они даже не стакают. То есть, типа, у тебя есть Тайт Хантер в команде, алло, ну, типа, проснитесь, парни. Ну, и Джаггернаут. У тебя два героя, которые шикарно фармят эншенты и сам Папита себе стакает. Такой, ну, классно. Хотя бы один раз сделал, ну, а дальше почему парни не могут, не знаю. Причем, Винга может стакать дважды одновременно, да, из-за того, что у нее есть хороший вейв. То же самое касается Лины, кстати. Так. Заход на Тавр. Ну, это, типа, формата они не будут с нами драться, у нас же есть Равага, но они-то будут с вами драться, я уверен. Тем временем на топе умирает у нас Спектра. Нет, не умирает, извините. У нее, кстати, был и дак еще. Так что она готова вырываться сейчас с ультимейта. Равага, красиво. И что дальше? И ничего, дальше. Джаггернаута забрали, Винга также отправляется в таверну. И вот Равага это была, на самом деле, здоровская. Только вот урона не было никакого. Во-первых, Джаггернаут ничего не прожал. Во-вторых, у нас Войт Спирит подставляется, погибает. И Тейт Хантер. Что происходит, Инфамас? Это какая-то лютая дичь вообще. Они очень плохо сейчас играют. Типа вот по всем параметрам максимальная заливка творится лагуна в Кингерди. Слишком далеко задавили, немножко бродила, но они хотят попиту, они хотят попиту, очень сильно хотят попиту, но у него много регена, у него 19 секунд, у слаб тем временем по Драгонайту, Драгонбор. Но Джаггернаут с ним справится с Драгонайтом, а вот сам Декан. Далековато уже пошли, почувствовали силу, знаешь, вот этот момент, чувствую кровь, как бы, говорит, и идет, не видит препятствий. На самом деле препятствия были, они замес выиграли бы в салат, потому что они забрали Джаггернаута и Войт Спирита, плюс Венжи Фулл Спирит, сами потеряли Драгонайта и Сан Кинга. И это только потом, когда они пошли давить. Все, убили Джаггернаута, убили Войт Спирита, отойдите. Кингерди, блин, Пороу Страйк, нажми. Нет, нет, не хочет, не хочет. Они спектру просто не имеют в запасе у себя. Здесь я понимаю, что, наверное, Джаггернаут каким-то образом умер под станы, да, но я не очень понимаю, насколько надо не чувствовать позиционку, чтобы погибнуть под станы в таком-то месте, да. То есть вы сами инициируете драку на Таваре, вы занимаете какую-то позиционку, чтобы у вас Джаггер давал дэмэдж, вместо этого он умирает Дораваге. И это явная ошибка именно Джаггернаута в этом тимфайте. Есть подозрения. Ну, честно говоря, Войт Спирит пока не то, что не доигрывает, но его перемещение, врывы и так далее. Ну, славно. То, что он ловит все в себя как-то странно. Да и Джаггернаут. Не знаю, зачем им сдался этот тавр. Сейчас убивают Кейк ВВР в минус Войт Спирит сто процентов. Он вообще не чувствует катку. Что? Что? Его реально не убьют здесь за это? Почему-то Кингерди, короче, ушел обратно. Я так понял, что он подумал, что Войт Спирит в лесах, короче, уселся. Сейчас на него пингуют, говорят, не, вот, вот, Санкинг здесь. Короче, если бы немножко по-другому замувил Кингерди, он бы сейчас убивал Войт Спириту с легкостью. Замедление, кстати, на Кейк ВВР очередное. Временно, мидия у нас попытка снести тавр под каретку. Что-то не очень получается пока. Упопит это сделать. Дэмэджи очень мало. Уйдет криповый. Здесь также ДК не подпускает крипов. У ДК появился армлет. А вот литров и до сих пор нету Войт Спирита. не взбивают. Замечу, что в этой игре возможно стоило бы даже подумать не сразу о БКБ на Драгонайте, потому что не то, чтобы его серьезно пробивают, а возможно о Блинк Даггере. Мне на Драгонайте он крайне сильно нравится. У тебя было бы два Блинк Даггера, этого более чем хватило бы для того, чтобы ловить всех, кого только надо. Потому что тебе нужно ловить Войт Спирит от того, как он нажмет все кнопки и ловить Джиггернаут от того, как он нажмет первый. Ну и он не слышит, соответственно, сверху. Вот. Так что, может быть Драгонайт сейчас слишком саевово играет по поводу артефактов. Ну или возможно вообще что-нибудь формата, знаешь, Шадоу Бойда, Сильвер Айджа сверху, чтобы снимать пассивку Тейдхантеру. Потому что, в принципе, Драгонайт любит Шадоу Бойда. Тут размена саппортами минорная. Ну, Венга, правда, погибла совершенно с другой стороны. В любом случае, соло фраг для Джиггернаута, пусть и на Миране, но это все равно приятно, потому что Джиггернаут такие фраги может делать его, то, что он сделал этот фраг в соло. Там сколько золота? Слушай, соло фраг, 562 золота на Миране. Кайф. На такой минуте, на четверке, это прям-таки. Еще ему прокать на Вембрейс, посмотри, еще на им, а, Клоу, правда, Драгонайт, ладно, но Джиггернаута пропрокала на Вембрейс, очень хороший артефакт на нем. И самое главное, что он ускорит ему фарм. Он выбрал себе вторым артефактом. Кстати, это два фармящих артефакта на нем, одновременно дамаживающих, поэтому Джиггернаут довольно-таки неплохо, как герой. На нем и БФ, и МОМ смотрится и для драки, и для фарма. Молит Шедоу, попытка здесь найти Папита, возможно, у Папита, напомню, Худак, и плюс еще и Владимир Офферн, поэтому ему вообще плевать на все, он паркуется где хочет. Бывайте его придется в пятером, нажимать все, то есть нужно вогнать полностью у него весь дэмэдж с эпицентра, а это только первый левел. Если они сейчас найдут Джиггернауту на топе, или не смогут встать, вообще нет, нет. Смотрите, прохладно, это перетяжка, тут Вижн, кроме этого, стоит хорошая, саппортов. Идет у нас вперед Тайдхантер на Драгонайта, Драгонайта ему тоже не взять, это как, знаешь, вот будут друг друга убить. Мне просто интересно было бы, если бы они стояли и просто райдкликом на друг друга убили. Так, так, станчик пошел у нас по Венге, Венгата умрет, но вопрос там, что убили по Венгарди. Венга еще не умирает, погибает у нас Санкинг первым, возможно, заберут Лину, ну и задувка от ДК сработала, у нас Тайдхантер еще с реведжем, Тайдхантер реведж пошел на Драгонайта, в это время Войтспирит добирается до Энчантерс и справляется без проблем, теперь на Драгонайта, Драгонайт и криты работают, Спектра с добавлением в этом Спектра, ну и Армлет, Блэйдфюри в кулдауне, Спектру поднимают просто ветра, идет Войтспирит дальше и даблкил для него же, здесь уже находятся Амирана, теперь переключаются на Тайдхантера, имеется хут у него, поэтому Тайдхантера будут вбить вечность, и кстати у Джекернаута вот-вот будет Омнислэш, только главное успеть этот Омнислэш дать, Блэйд, Мэйл не срабатывает, не работает против Омнислэша, это способность, это эпицентр, только не такой эпицентр, который наверное хотел бы увидеть его команды и он в принципе сам, Тайдхантер еще бодиблочит у нас Мирану, Мирану поднимают ветра, будет ремнант от Войтспирита, Миран отправляется в таверну, следом за своими тиммейтами, и замес полностью прошел под диктовку Инфамас, они разменялись уже неполный фейт-рекап, потому что замес был очень долгий, но тем не менее в принципе там погибала ДК у нас и Энчантрос погибала, в итоге по-моему выжил только лишь Санкинг. Бразилу вообще не прочитали таймингу мне слышно, они помнили, что у них умерла центральная башня сил тьмы разрушена. Дим? Драться почему-то. Хотя это... Я пропадал, да, сейчас? Да, я знаю. Соро, это так у меня работает мышка странно, когда ты переключаешь на без... Так, подкат под Войтспирита, стан сверху, вот пли, ну и можно ли его пробить? Нет, он успел нажать, на самом деле, резонент пульс, поэтому впитал в себя все, лагуна сверху еще, по-потме. По-моему, поплыли ребята из Бразилии. Ну вот здесь переигрывает, вот почему ветра, ничего, мог бы, мог бы сократить поаккуратнее, Линой ходит с помощью телепорта, Борлстрайк в кулдауне. Смотри, смотри, смотри на Вингу, посмотри на Вингу, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что же она делает под инвизом? Ты сейчас может свапнуть под кого-нибудь, нет? А здесь Войтспирит таверни, здесь Драгонайт, хотя Джаггернаут, что у нас помни, слышит, он не слышит кулдауне, он не слышит кулдауне, поэтому ДК им так просто не взять, им нужно вместе нападать желательно освоить спирит под лагуну Лины, которая в кулдауне, поэтому Винга сейчас единственное, что может, это там. Кстати, на самом деле, что-то она может, она взяла, пошла, захватила вон пост и ушла. Я замечу то, что вот я в начале катки говорил о том, что будет Тедхантер очень-очень большим, и он очень большой, он просто катается по команде оппонента. Ему плевать, у него есть Равага, нет Раваги, у него есть Пайпа, у него есть Владимир, он неубиваемый. Это супер важно, потому что таким образом мамается вся позиционка, потому что в Бразилии нету ни одного такого героя. Да, Драгонайт, они долго бьют, но они его все-таки убивают. В случае с Тедхантером это не вариант, это не опция, и это выглядит очень страшно. Поэтому я не знаю, как сейчас фанавливать Инфомас, именно потому что они хоть и нажимают кнопки не очень сильно, и вроде как не... Это... Я уже испугался, что это у них шло. Это аганим, да? Иногда, иногда у меня такая же ситуация, я обычно, это что, почему он там тратит, но на самом деле это все аганим мультибет. Так, Энчантерс у нас пришла и ушла. Мирана в это время леса фармит, Санкинг, при том вражеские леса и ДК отправляются туда же, забавно. Просто три игрока команды Team Brazil пошли в разеские леса, понимая, что в своих лесах их уже встретят и будут убивать. Ну, вообще, кстати, Инфомас, наверное, в теории могут пройтись по боту с Аегисом. Два внешних тавера. Я думаю, они так и сделают, да, у них другого варианта особо и нету. Они же на ХГ прямо сейчас зайти вот так вот в тупую не смогут. Скорее всего, они понимают, что есть байбеки. Спектра все еще достаточно опасна. У нее есть манта плюс Блэйдаг, у нее будет скоро еще и Скалбашер, хотя, честно, я больше, наверное, предпочту здесь иметь не Скалбашер, а Скаде на этом персонаже, потому что он хорошо, ну, не только замедляет, но и хорошо не дает регенерировать, зачем Милича уменьшает амплифай регенерации. И Сайтхантер тот же самый с Владимиром, и Хилингвар Джиггернаута, и будущие его шмотки на отхил тоже будут достаточно жесткими. Поэтому мне, честно говоря, нравится здесь Скалбашер больше, чем Скалбашер, но Скалбашер в два раза дешевле. Так что, наверное, это будет неплохая. Я жду хорошего эпицентра, потому что, по-моему, на всей карте, на протяжении всей карты у нас ни одного хорошего эпицентра не было. Да. То есть, я вижу... Вишкингар очень много времени проводит в хороших борово-страйках, то есть, он, правда, дает очень много контроля, очень много хорошего дэмэджа, но эпицентра, да, он так и не раскастовывал. Мне кажется, что он так и не сможет что-то хорошее выделить здесь по такой цели, которая была бы реально вейлабл, потому что у тебя пайпап у противника, а магдэмэджа у тебя у самого, чтобы пайпу пробить, довольно мало. Борово-страйк по джаггернауту. И стрела минус, поднимают ветра у нас санкинга, санкинга стирают, да, скорее всего, эпицентра хорошего мы точно ее видим, по крайней мере, в этом замесе, потому что байпбека просто нет, дайкхантер рэвэдж сейчас пошел и нападение на спектру, спектра под лиммер кейпом, стан от лины, притяжка, спектра в таверну без байпека, джаггернаут теряет аегис, но это всего лишь аегис, дк уже в принципе, а здесь еще и у джаггернаута он не слэш сокоронился, о! Отличный бкб, причем, по-моему, он не читал присутствие дистиллины, просто нажал на ощущениях, но до свидания, что я могу сказать, драгонайт, все равно отправишься в таверну, несмотря на бкбшку, просто смяли, просто смяли, и посмотри, как увеличится кп у Папиты все еще, он тупо впитывал все это время, джаггернаут вообще убил сэчник в плейдак, но он понимал, что у него аегис, поэтому было тоже не так важно. И хилингварт та же имеется, так что команда уже через пару секунд будет полностью фуловая, забрать одну сторону, ну, честно, не знаю, пойдут ли они на третью, я уже про третью думаю, потому что на вторую, то, что они пойдут, это факт. Вот смотри, у нас вообще был замес со стороны Тим Бразиль, спектра, хаунд, а, кстати, о, вот эпицентр, эпицентр от Сункинга, кстати, на самом деле, не такой уж и плохой, но вот только урона не хватает, так, Монлайт Шадо от Мираны, Ванжа Фул Спирит забирают, Джаггернаут решил, что, знаете, в принципе, очень интересно, с вами весело, но пойду, и вот Тайт Кантер пришел, и его час. Наконец-то забирают его, ну, они уже нагловато здесь остались, и вот, кстати, эпицентр, и правда, был неплох. Ну, я рад тому, что, знаешь, БМщики, они проигрывают, да, то есть, Драгонайт после написанного должен был проиграть, он проиграл, и раз. Ну, видимо, проиграл, да, потому что осталось довольно-таки мало здесь до окончания карты. Нужно очень серьезно постараться имфомос, чтобы это закинуть, они, конечно, могут, но, мне кажется, это крайне сложно сделать. Я даже не знаю, что тут можно вообще нафармить такого, чтобы в тимфайте начать выигрывать коллективу Бразиль. Так, показ рядом с Драгонайтом. 15 секунд до Омни-Слэша. Притяжка, БКБшечка у нас пошла. Просто рукой бьешь. Вот так вот. ну, ну, все. Все. Побил. Приятно. Ну, слушай, БКБ потратил. В принципе, неплохо. То есть, они знают, что сейчас у ДК закончится форма, что у него нет БКБ. Это, в принципе, еще один такой приятный бонус. Они даже могут попробовать по миду пройти. Тейтхантер реведж через одну секунду будет готов. У них есть все. Предыдущий замес они выиграли без вообще проблем каких-то. И... Без Аегиса, возможно, немножко опасно. Но тут уже... Можно только со спектрой, да, воевать. Если она вовремя нажимает Блэйдаг, реальный напряг по поводу... О, Скади, кстати, в следующем артефакте там будет варить. Скади реально может перегрузить эту игру. К сожалению, просто, ну, ту матч артефактов у противника, но Скади, я реально считаю, может очень хорошо здесь очень серьезно зайти. В регионате, я собираюсь саблю, ну да, саблю, чтобы... Не только саблю, смысл, а силер. Что самое главное, потому что силер даст возможность вырубать пассивку до спектрой. Попит там, в окружении противников. Ну, как в окружении... Мне кажется, Кингерди может оказаться в окружении противников. Нежели наоборот. Кингерди, Кингерди. Так, в инвизе. Ни своими малыш Кингерди. На Джаггернаута хочется инициировать и со стрелой Мираны. Джаггернаут просто в Блэйдфюри заходит на ХГ. Прошел. Гребщиков посмотрел, нету. Подождал. Млайтшадоу от Мираны. У нас сэнтри стоит с другой... Вот это, конечно, был неловкий момент. И это мягко сказано на самом деле. Потому что... Ну, вот Кингерди. Зато он заставил испугаться настолько серьезно Джаггернаута, что-то же Омнислэш на Патму нажал. Убил, да. Это, возможно, был дикий байт. Ну, я не знаю. Потому что, с одной стороны, не хочется, честно говоря, заходить без Омнислэша на хайграунд. С другой стороны... Ну, сейчас они вот выбьют байбэк, такие окей, мы выбили байбэк на четверке. Но нет, они не отходят. Они сейчас убьют Сункинга. Да, но есть байбэк у Сункинга. Так, они потратили два ультимейта. Умнислэш изначально на Мирану и от Лины была потрачена лагуна. Кстати, у Лины имеется аганим. Сильвер при этом летает у нас для Джаггернаута следующим артефактом. Что? А не знаю, что был заюзан эпицентр от Кингерди. А ты об этом знаешь, Лана? Давай так. Подожди, где он его юзал-то? Вот здесь? Мы изначально в миде? Он же раньше его заюзал. Да. Но я думаю, это было как раз вот там, где был его в момент. Я думала, это Бор... Подожди, я подумала, что это... Он же промахнулся Бору страйком. Да. И, видимо, он начал кастовать эпицентр, но так и не скастовало. В это время Силана, Джаггернаута. Слушай, есть шанс его убить. Свап неплохой. От Винги. Вингу убьют, конечно, но там станы какие сочные. Попит и ульта! Давай! Нажал красную кнопочку, всех убил. Он не слэш пошел по... Спидпре, точнее, свит флэш. Ну и ДК, конечно, тут тоже изничтожит. ГГ. Есть, кстати, убивали тут Джаггернаута, кто знает, может быть, они даже ГГ бы не написали. Ну и ДК был шикарный, конечно, да и Ревадж сейчас от Тайдхантера, вообще Реваджи были здоровские. Разве мы поняли, Кинградзи сегодня пьян, ему получается не давать Синкенгов сегодня. Ну... Что-то, что... Бристлбека. Бристлбека. Нормально? Там просто очень сложно накосячить. Даже Тайдхантер довольно сложно накосячить, поэтому я думаю, что Тайд зайдет тоже. Ну, в принципе, первая карта. Я вообще, честно говоря, думала, что она еще будет более быстро, еще более уверена от Infamous. Они даже в какой-то момент давали шанс. Ну, по крайней мере... Они ее раз подокинули довольно плотно. Да, и Спектра оказалось, что держится по Нетворсам, но этого было недостаточно, и, в принципе, Infamous свою карту первую взяли. Посмотрим, смогут ли они взять вторую карту буквально через несколько минут, пока небольшая музыкальная пауза.